Неудачное замечание за непристойный вид или обычное хамство. Инцидент в Каспийске наделал шума в соцсетях не только республики, но и на федеральных ресурсах. Видео с моментом конфликта стало предметом обсуждения многих пользователей сети интернет. В комментариях аудитория разделилась на два лагеря. Одни поддерживают поведение мужчины, другие видят в этом нарушение личных границ женщины. Что об этом думают рядовые дагестанцы? И эксперты узнавали наши корреспонденты. Слово Кариму Гамаеву. Начал на меня кричать и говорить, чтобы я пошла домой оделась, а не просить меня о том, чтобы я оделась. И плюнул мне в лицо. Закрытое или открытое? Вот в чем вопрос. По каким канонам и кто определяет, как ходить на улицах нашей республики? Что думают сами люди? Давайте попробуем узнать в нашем сюжете. Очередной случай с замечанием девушки вылился в большой инфопо для многих телеграм-каналов страны. Кричащие заголовки сделали свое дело и многие дали волю эмоциям в комментариях. Ну а между тем есть и те, кто рассуждает взвешенно. У нас чуть стиль опоздал на лет пять. Я жил в Москве два года. Я вижу, как здесь одевались в то время и как в Москве сейчас одеваются. У нас одеваются так, как одевались в Москве в то время. Слишком выделяюще. Эпизод в Каспийске не первый и говорит о том, что так называемая мода на открытую одежду в Дагестане вызывает порой много вопросов. Ты кто такой, что мне замечание делаешь? Какой? Во дворе ты не будешь тусах ходить. Застань? Да лучше хожу. И что ты мне сделаешь? А что же гласит закон о слишком агрессивных замечаниях? И регламентирует ли он форму одежды человека? Законом это никак не ограничивается, конечно. Но мы же как нормальные люди должны понимать, что ходить в купальнике это противоречит этикету. Мы должны делать замечания вежливо. Если, к примеру, кто-то делает грубое замечание или же как-то ведет себя агрессивно, за это предусмотрена административная ответственность. Ну а возвращаясь к мнениям горожан на улицах, то они как всегда разнятся. Любое замечание можно сделать по-разному. Тут главное определиться цель, с которой этот человек хочет достичь, делая замечания. Или он хочет поправить ситуацию в целом, или просто хочет хайпануть. А то, что парень сделал Каспийские замечания, я его считаю мужчиной. У него есть роду мужчины. Вот посмотрите вокруг покрытые, даже если которые есть не покрытые, хотя бы они как-то аккуратно одеваются. А они как ходят, полы, животы открытые, задницы открытые, грубо говоря, это некрасиво. Нужно понимать, что ты в Дагестане и чуть-чуть хотя бы соответствовать правилам Дагестана. Но опять же, я не сужу, сама одеваюсь так, как хочу. У нас нет баланса, у нас как раз таки дисбаланс. Одни одеваются совсем, ну не то, что открыто, по-спортивному, как удобно. Вот каждый одевает так, как ему удобно. Но выходя из дома, я считаю, каждый человек должен посмотреть в зеркало на себя и посмотреть, и подумать, как вот эта одежда воспримут окружающие. Не зря говорят, сколько людей, столько и мнений. Но думается и тем, кто ратует за соблюдение морали, и тем, кто предпочитает свободу в одежде, надо помнить о том, что мы живем в специфичном регионе. Дагестан разный, закрытый, открытый, свободный и не очень. Здесь сложное исплетение традиций, устоев и обычаев. Но в последнее время наметилась тенденция постепенного отхода от этих самых устоев, и это не может не вызывать беспокойства. Ну а выводы делайте сами. Карим Гамаев, Камила Мехтиханова, Саид Шагидов. Новости ННТ Махачкала.